Приветствую вас, Ольга. Вам больно, страшно, тревожно, это, пожалуй, все эти чувства, абсолютно нормальные, мне кажется, и человеческие, которые испытывают люди, когда оказываются в ситуации, как ваша. Именно, с одной стороны, меняют свою жизнь, с другой стороны, расстаются с близкими, привычными людьми, с третьей стороны, идут к чему-то, о чем довольно долго мечтали, о чем довольно долго, чего довольно долго ходили, вот, к чему, как мне кажется, довольно долго шли, вот, и чего вот-вот достиг, достиг. На самом деле, здесь все немножко, как бы, хитрее получается, в том смысле, хитрее, что дело не только в том, что вы расстаетесь с своей мамой, почему-то вам кажется, кажется, что вы ее бросаете по грани, здесь я думаю, что какой-то, ну, какой-то вот вклад вашей мамы в этом тоже, наверное, присутствует, то есть, ваша мама каким-то образом дает вам ощутить себя виноватой, вот, даже если, даже если она этого не осознает, все равно, все равно она вам каким-то образом дает это почувствовать, вот. И это, конечно, не очень хорошо, но сейчас немножко об этом идет, мне кажется, что вы очень долго хотели, к мужу очень долго хотели переехать, и, на мой взгляд, на мой взгляд, уберу их. Эхо, все сумеетесь, сумеетесь эти самых примеры, а мы с него будете переходить, и, да, думаете, вы думаете, где-то попробовать, чтобы... Что, что я буду делать там, что я буду делать там, как я буду там жить, как я буду справляться с тем, что, ну, с тем, что, условно говоря, это страшно, это страшно, не всегда, не всегда это остается в полной мере, да, но это страшно. К сожалению, вот, поэтому может быть еще у вас и такой аспект присутствовать, вот, и мне кажется, что важнее не извиняться предмама, ведь вы делаете то, что вы хотите, и мне кажется, что она любит вас, она знает о том, что вы делаете, то, что вы хотите, где-то в глубине души, она за вас, я уверен, счастлива. Вот, что вы хотите, нужно не извиняться, а просто рассказать маме, если вы хотите, о том, как вам больно, о том, как вам тяжело, сложно, как вам... тосклива от этого. И я думаю, что это сможет вас изблизить. Мне кажется, что вы считаете, что прибыло своей маме как будто бы должное. То есть я вот должна чего-то своей маме, но вот это вот мне кажется появится немножечко не туда. Мне кажется, что это больше, ну история о том, что вы что-то должны, да, но в любом случае мне не близкалось появится. Одно, вот это вот чувство вины, которое у вас есть. Это некоторая злость на вашу маму как раз за те ее действия, которые вы стараетесь игнорировать. Идеализируй немножко свою маму и скажи ее область. Опять же здесь все-то больше связано с уровнем сердца, с уровнем чувств, но никак не с интеллектом, вот, который может совершенно по-разному интерпретировать то, что вы чувствуете. понимаете, да? Что я хочу сказать. Ну здесь вот. Это, мне кажется, такой важный момент. Поэтому то, что вы можете сделать, вот, это просевать свои силы, просто, вот, проживать свои эмоции, проживать свои ощущения, умеется с мамой своей. которые тоже испытывают определенные эмоции, это нормально. Не кажется, что вы, как будто, знаете, свои мамы, ну, свои мамы, вы, как будто бы не позволяете. что я могу сказать? Угу. Угу. Вы будто говорите, я могу, наверное, из-за abrir, мне кажется, это просто рядом, я тут. Надо это разобрать, что ты. Угу. 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 На этом всё, пожалуй. Я предлагаю вам поработать с эмоциями, с вашими учительами, с вашими желаниями, с вашими осуществлениями. Чтобы вы могли лучше себя чувствовать, чтобы вы могли лучше себя чувствовать, чтобы вы сами могли адекватно выражать то, что с вами происходит. Ну вот, то, что вас волнует. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Мой ответ может послужить вам началом работы над собой, если вы постараетесь сформулировать свой отклик на него. Всего вам доброго и удачи!